Здравствуйте! В этом видео мне бы хотелось продолжить знакомить вас с содержимым моего любимого бьюти кейса, моего нежно любимого ящика Пандоры от марки Саурайз. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди у нас все очень-очень много интересного. Вот у нас с вами бьюти кейс внутри. Как вы видите, здесь уже нашли свое место мои новинки, о которых я вам рассказывала в предыдущих видео. Это и новые мои продукты от марки Бобби Браун, это и палетка и карандаш из коллаборации марки Estee Lauder и дизайнера Виктория Бекхам, это и коллаборация марки Lancome и дизайнера Сони Рикель, и совершенно потрясающая коллекция осень-зима от марки Шанель. В этом видео мне бы хотелось поподробнее остановиться на моих любимых хайлайтерах и на моих любимых бронзаторах и средствах для коррекции лица от различных марок и в различных текстурах, как кремовых, так и пудровых. Вот он еще раз мой бьюти кейс и все сокровища, которые находятся внутри. Итак, давайте смотреть. Одно из моих недавних приобретений это вот эта вот замечательная палетка от марки Make Up For Ever. Это палетка четырех кремовых продуктов в оттенке 20. Это Pro Sculpting Palette, внутри которой мы видим четыре, как я уже сказала, разных продукта. И это у нас Highlight, Contour, Shimmer и Color. Вот они все четыре продукта. Первый – Highlight. Второй – темный контур. Дальше – Shimmer. С вот такими вот очень мягкими светоотражающими частичками. И четвертый – это Color. В данном случае это такой нежный персиковый оттенок, который подойдет всем обладателям теплого подтона, оливковой кожи, не самой светлой, но и не самой темной. Вот данную палетку я выбрала для своего цвета типа и очень и очень довольна результатом, потому что с помощью нее можно в принципе создать очень натуральный, очень естественный образ, который при дневном освещении совершенно не будет считываться, что данную палетку очень и очень люблю. Еще одно средство для контуринга, мое любимое – это вот такая вот палеточка, вышедшая достаточно давно. Это абсолютный бестселлер маркетом Ford. Это палетка Shades and Illuminates. Это оттенок 02, Intense One. Для обладателей светлой и средней кожи, соответственно. Верхний продукт – это у нас Highlighter, очень мягкий, с мелким-мелким шиммером. И, соответственно, темный продукт – это для контуринга, для скульптурирования нашего лица. Опять же, здесь оба продукта кремовой текстурой обладают, что очень-очень неплохо. Еще один продукт от скульптурирования лица, еще одна моя недавняя покупка – это вот такая вот палетка от марки Smashbox. Это Contour Palette, в который, собственно, также входит три продукта. Это вот этот вот контур, самый темный, это бронзатор и это хайлайтер. В данном случае данная палетка пудровая. Все три продукта имеют пудровую текстуру и все три цвета являются очень-очень универсальными. Для того, чтобы сделать как достаточно естественный, так и достаточно интенсивный контур вашего лица, в комплекте еще прилагается очень-очень удобная кисточка от марки Smashbox, с помощью которой очень удобно наносить данные продукты на ваше лицо. Если мы говорим про скульптурирование лица, то есть про прорисовывание естественных теней, то один из моих самых любимых продуктов уже очень-очень давно – это один из, опять же, абсолютных бестселлеров марки MAC. Это румяна в оттенке Harmony. Это матовые румяна, пудровые, которые совершенно потрясающе создают вот ту самую тень, которая нам нужна. И оттенок тоже потрясающий, очень универсальный и подойдет многим-многим-многим барышням и девушкам. Еще один культовый продукт для контурирования лица – это продукт от марки Dolce & Gabbana. Это румяна в оттенке Tan, Tan 22. Сейчас я вам их покажу. Вот они как раз, румяна Tan от Dolce & Gabbana. Я рядышком поставила для сравнения Harmony от MAC. В принципе, оттенки похожи. Единственное, что вот оттенок от MAC, он будет более лиловый, чуть более фиолетовый. Dolce & Gabbana будет немножко более сирый и немножко более темный. Соответственно, с помощью продукта от марки Dolce & Gabbana ваш контур будет более скульптурным. Dolce & Gabbana Tan тоже продукт пудровый, прекрасно наносится, очень легко растушевывается. И оба их очень-очень нежно люблю. Если говорить о бронзаторах, то одним из моих вневременных любимчиков является вот такой вот потрясающий бронзатор от марки Tom Ford. Сейчас я вам покажу текстуру. Она с мелким-мелким шиммером, очень красивый, очень естественный оттенок, придает вашему лицу легкий-легкий естественный загар, как будто вот солнышко только совсем немножко вас подрумянило. И с помощью него очень легко, собственно, создать такой вот светящийся, очень холеный образ. Сам бронзатор в совершенно потрясающей упаковке, фирменной упаковке Tom Ford, очень такой люксовый-люксовый. Продукт большой, продукт объемный, один из самых больших бронзаторов в моей коллекции. Еще один из моих любимых бронзаторов – это вот такая вот палетка. Здесь не только бронзатор, здесь еще и румяна и хайлайтер. Это была коллаборация марки Girl Lens с дизайнером Эмилио Пуччи. В данном случае моим очень любимым продуктом является непосредственно бронзатор. Он очень приятного оттенка и совершенно потрясающая вся данная коллекция. Все продукты имеют невероятно приятный запах, который мне очень-очень нравится. И каждый раз, пользуясь данным бронзатором, я прям получаю особое удовольствие, в том числе от этого запаха. Продукт называется вот так вот – Terra Azura Puder Bronsant & Blush. Еще один культовый бронзатор – это бронзатор Hoola от марки Benefit. Сам оттенок внутри выглядит вот так вот. Он практически матовый, в принципе, его можно использовать и как бронзатор, и как средство для скульптурирования и контуринга вашего лица. Продукт очень-очень приятный и по своей текстуре, и по своему оттенку. В принципе, все мои продукты для контуринга оттенки более или менее схожие. Разницу вы увидите только при нанесении на ваше лицо, и при естественном свете вы, конечно же, увидите. Разницу, ну, в данном случае опытным путем подбирается оттенок, идеально подходящий конкретно вашему цвету кожи. Еще один бронзатор, на котором бы хотелось остановиться – это бронзатор от марки Кулер Карамель. Это марка Натуральный, декоративной косметики. Бронзатор вот такой вот очень красивый, с мелкими шиммерными частичками. Пользуюсь им, честно говоря, достаточно редко, но тоже каждый раз пользуюсь с большим-большим удовольствием. А теперь хотелось бы быстренько остановиться на моих любимых хайлайтерах. Сейчас перед вами два моих самых любимых хайлайтера от марки Нарс. Первый – это пудровый вот такой вот хайлайтер. Это бестселлер Нарс, это хайлайтер Альбатрос. Вот сейчас вот вы видите его текстуру. Очень-очень красивая, такой холодный хайлайтер, дающий серебристое свечение. И второй, тоже холодный хайлайтер, но дающий такое совсем холодное, более фиолетовое свечение. Это хайлайтер в стике из коллаборации марки Нарс и дизайнера Кристофера Кана. Это уже у нас кремовая текстура, как я уже сказала, хайлайтер в стике. Я не знаю, насколько будет видно, я вам попробовала сделать свотч. Вот этот вот холодный фиолетовый такой вот, это у нас кремовый хайлайтер Нарс и Кристофер Кан. А вот этот вот с золотым отливом, это у нас Альбатрос. Еще один хайлайтер, он же такой на самом деле и хайлайтер, и бронзатор. Его можно по-разному использовать. Это вот такой вот продукт от Ружбани Руж. Он у меня, к сожалению, развалился на две части. Марка Ружбани Руж. Хайлайтер Highlighting Powder из линейки Godess. Вот такой вот очень-очень красивый, золотистый получается. Также в качестве локального хайлайтера я периодически использую вот этот вот Longwear Cream Shadow Stick от марки Bobbi Brown. Вот такой вот розовый оттенок. Сам он выглядит вот так вот. И, собственно, с помощью этого замечательного карандашика очень удобно локально наносить высветление на внутренний уголок вашего глаза, на верхнюю губу и на все эти небольшие зоны, которые хочется очень-очень аккуратно подсветить. Конечно же, если мы говорим о хайлайтерах, то нельзя забывать о двух замечательных продуктах от марки MAC. Это вот такой вот пудровый. Это пигмент. На самом деле это не хайлайтер, это пигмент Naked. Это один из любимых пигментов Лены Крыгиной. Совершенно потрясающий, который пудровый, который очень-очень такой мягко-шиммерный и который очень классно с помощью кисти наносить на все эти зоны, которые вы хотите высветлить. И это вот такой вот второй, это жидкий хайлайтер Luster Drops, соответственно, в оттенке Pink Rebel, который тоже очень-очень классно наносится. Он здесь, соответственно, у него вот такой вот малюсенький-малюсенький, тонюсенький носик-дозатор, с помощью которого очень-очень удобно данный хайлайтер наносить на ваше лицо, как с помощью синтетической кисточки, так и с помощью ваших пальчиков. Я, в принципе, как правило, использую именно пальцы для нанесения хайлайтера, если это кремовые, конечно, хайлайтеры. Для пудровых я предпочитаю кисти. Вот так вот у нас выглядит пигмент Naked от марки MAC. И вот на самом деле огромное количество в этой баночке, расход очень-очень маленький, вам такой баночки хватит, мне кажется, до скончания веков. И, как я уже сказала, очень-очень приятный, мягкий такой шиммер. Мягкий, но при этом достаточно интенсивный. Спасибо большое вам за внимание, я надеюсь, что данное видео было для вас хотя бы немножко полезным. В следующий раз я думаю, что я остановлюсь на моей коллекции румян различных, опять же, различных текстур, как пудровых, так и кремовых. Как вы знаете, я очень-очень люблю в последнее время именно кремовые продукты. И в дальнейшем я думаю, что сделаю отдельное видео на каждую секцию своего бьюти-кейса, где расскажу вам и про свои любимые продукты по уходу за бровями, и про свои любимые помады, и про свои любимые тени для глаз, про свои любимые палетки, про любимые туши и карандаши для глаз на всех этих продуктах я отдельно остановлюсь. Если вы являетесь подписчиком моего канала, то вы увидите все эти видео первыми. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще очень-очень много интересных видео. Если вам нравится данное видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, и до скорых встреч! Пока-пока-пока!